Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Кто меня не знает, меня зовут Карина. И добро пожаловать в рубрику «Интересные факты о Колумбии». На моем канале есть целый плейлист с такими видео, в которых я рассказываю о каких-то интересных моментах в стране, в Колумбии. И сегодня я также расскажу вам несколько интересных фактов. Итак, и факт номер один – это то, что в Колумбии есть очень много разных форм обращения друг к другу, как к знакомых людей, так и к незнакомцам. Интересным фактом является то, что все влюбленные пары, и все женатые, и замужние люди, то есть и женщины, и мужчины, называют друг друга «миамор». То есть, если я говорю «все», то это «все», буквально «все» называют друг друга «миамор» и «мивида», что означает «моя любовь» и «моя жизнь». Если будет стоять очередь в магазине, и вы услышите «миамор» сзади, то девушка, если зовет, то все парни из этой очереди обернутся назад. Если парень будет звать «миамор», то все девушки обернутся, потому что здесь просто все называют друг друга так. И еще в зависимости от региона в Колумбии могут обращаться по-разному к знакомым и незнакомым людям. Так, например, в богате есть такое слово, как «чино» и «чина». То есть, если это какой-то незнакомый парень, и я, например, рассказываю своему мужу, и я говорю «этот парень подошел» или что-то еще, я говорю «эсу», «эсэ чино». Если переводить с испанского языка в буквальном переводе, это означает «китайц чино» и «китаянка чина». Но вообще это означает просто «парень» и «девушка». Также есть такая форма обращения, как «пеладо». Вообще это означает «обнаженный», «пеладо». Но также можно слышать «эсэ пеладо», «эсапеладо». И к женщинам очень часто, на женщин очень часто говорят «эсавьеха», что в буквальном переводе означает «старая», это «старуха». Но это не говорит о том, что если вы услышите «эсавьеха», что речь идет о старой женщине, «эсавьеха» могут обращаться и к молодой девушке, и вообще к женщине любого возраста. Также между друзьями колумбийцы очень часто называют себя «марико». Раньше я думала, что это матершинное слово почему-то, но на самом деле нет, это просто форма обращения. Они говорят «марико», «марико» без конца, когда общаются друзья друг с другом. Так как мы живем в «касас фискалис», то есть в военном жилье, дом, квартиры, то у нас сейчас такой период в июне и в декабре обычно, когда одни военные уезжают, другие военные приезжают. Поэтому у нас здесь вот грузовик под окном, не знаю как. Сегодня я снимаю видео с микрофоном, надеюсь, будет хорошо слышно, но тем не менее здесь собаки лают, и грузовик, вот этот мотор очень громко работает, поэтому что делать, надо ждать, когда все это утихомирится, и я продолжу снимать видео. Уважительная форма обращения – это сеньора и сеньор к незнакомым, людям старшего возраста. К молодым девушкам и парням обращаются мучача и мучачо, можно слышать. Также к девушкам и девочкам часто очень говорят «нена». Даже ко мне несколько раз так обращались «нена», и я думала «о, это значит, что я неплохо выгляжу, я молодая». На самом деле нет, это просто форма обращения «нена». И если в доме есть, в семье есть девочка, ее обычно называют «нена». Например, когда моя свекровь звонит и спрашивает «как дела?», она говорит «кому я стала нейна?». «как дела у малышки?», «нена». Ну и форма обращения – это тоже «нена». Еще очень часто можно слышать «папи» и «мами». Это, конечно же, не имеется в виду «мама» и «папа», а просто это форма обращения. Очень часто на базаре, если вот в богате, то на сан-дреси, то можно постоянно слышать «папи», «папи», «мами», «мами». Ну и, в принципе, вообще очень часто я слышала, что ко мне обращаются «мами», «мамита». Даже когда я еще не была беременна вообще. То есть это просто форма обращения. «Папи», конечно же, это тоже означает «папа» и «мами», «мама». То есть ребенок тоже может обращаться к родителям «папи» и «мами». Следующий интересный факт – это то, что колумбийцы никогда не говорят один раз в неделю. «Una vez a la semana» – я вообще такого ни разу не слышала. Они всегда говорят «cada ocho dias». И мне было всегда интересно, почему «cada ocho dias», если в неделе всего 7 дней. Переводится это как «каждые 8 дней». И то же самое касается один раз в две недели. Они никогда не скажут. Колумбиец никогда вам не скажет «cada dos semanas». Он скажет «cada quince ries». То есть один раз в 15 дней. Тоже непонятно, почему «cince», а не «catorse». То есть две недели – это 14 дней. Они говорят каждые 15 дней. Я не знаю, это только в Колумбии или во всех испаноязычных странах. Насколько я знаю, я, по-моему, смотрела видео из Испании одного блогера и вот испанки. И она, по-моему, выразилась «cada ocho dias». То есть в Испании, скорее всего, точно так же, как и здесь, в Колумбии. Еще один интересный факт о Колумбии на сегодня – это об одежде. Мне порой бывает очень жарко в обычных шортах джинсовых здесь. Но вот я очень часто вижу, как колумбийки ходят в джинсах. Вот, и как, судя по всему, им не жарко. Такой вот интересный факт, учитывая то, что здесь жаркий климат в большинстве городов Колумбии. И сейчас, где мы живем, это не первое место, где жарко. До этого мы жили в Мельгаре, в Мельгаре еще жарче. Но вот там тоже очень часто девушки, девчонки все в джинсах. Не знаю, как им не жарко. И про очки хотела сказать. И еще хотела сказать про очки солнцезащитные. Один раз я ехала в Боготе в такси, и таксист мне сказал, «О, ты, наверное, иностранка». Я сказала, «Почему?» Он сказал, «Потому что ты в очках солнцезащитных, что типа все иностранцы в очках. Можно узнать, что ты иностранец по очкам». Ну, конечно же, это не говорит о том, что колумбийцы вообще не пользуются очками, но в основном, большинство, редко, когда можно увидеть колумбийца в солнцезащитных очках. Вот такой вот интересный факт. И тоже интересно, как они, наверное, просто привыкли к солнцу и не нуждаются. Хотя, конечно, для защиты глаз и кожи вокруг глаз это просто необходимость. В Колумбии солнце такое каждый день. И даже если это не сильно жаркий климат, например, как Богота, то там солнце еще посильнее, потому что на высоте находится город. Вот это были все интересные факты на сегодня о Колумбии. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, оставляйте комментарии, свои запросы, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!